привет дорогие друзья сегодня с вами я владимир зуба пусть бог каждого из вас благословит как всегда мы окунаемся в океан слова божьего в котором мы всегда находим какую-то жемчужинку для себя не вот сегодня хочу поднять с глубины наверное самого дна одну истину который с нами делится апостол иаков 5 глава 13 стих зла страждет ли кто из вас пусть молится весель и кто пусть поет псалмы и с вами мы разберем первую часть стиха как я говорит страдает ли кто пусть молится когда я смотрю на это место писания я вижу это хороший такой призыв когда мы оказываемся в какой-то сложной ситуации и в нашей душе в нашей душе не подъем а на самом деле может даже депрессии или или уныние то что нам необходимо это начинать молиться знаете когда в жизнь многих приходит такая ситуация какой-то какая-то душевная такая проблема многие то что они делают они падают в такой ступор они останавливаются они падают депрессию они падают в ропот послушайте это не наш путь если вы сегодня слышите меня возьмите для себя за правило когда есть какая-то сложная ситуация начинайте молиться и молиться к богу вот здесь очень важно увидеть это то что библия призывает нас молиться есть моменты когда приходит к эта сложность мы пытаемся на кого-то это переложить о молитесь неплохо когда мы кого-то просим чтобы кто-то нас поддержал молитве или есть даже моменты когда кто-то молится за нас они несут нас на руках молитвы поддерживая на нашу душу но хорошее правило для нас когда мы сами берем ответственность и мы начинаем молиться хорошо когда мы молитву практикуем каждый день своей жизни это очень прекрасно почему потому что когда приходят такие моменты нам намного проще оставаться в молитве посвятить это время молитвы я думаю что большинство сегодня верующих они осознают что наша помощь она с горы она приходит от господа и временами даже находясь каких-то сложных трудных обстоятельств когда мы начинаем молиться мы начинаем замечать что внутри у нас появляется какой-то стержень который мы называем вера мы начинаем с верой смотреть в будущее мы начинаем смотреть даже с верой на те обстоятельства которых мы находимся даже они не изменились они даже что-то не поменялось но внутри присутствует эта вера почему потому что через эту связь я верю в то что молитва я как сегодня я понимаю молитва это наш контакт это наша связь с богом почему иуда он пишет и он горит чтобы мы назидали себя вере молясь духом святым когда мы молимся то что происходит внутри нас дух начинает делать дух святой начинает делать свою работу и первое это то что сказывается это то что у нас как я уже сказал появляется этот стержень как веры почему потому что бог формирует даже нашу позицию в том чтобы дальше звучали слова веры дальше мы были способны высвободить то слово которое будет изменять обстоятельства вокруг нас и которая будет повергать те горы о которых на еще евангелист март говорил что имейте веру божью кто скажет горе си она подымется вернется в море как раз иметь эту веру иметь эту способность есть время когда мы снаряжены а есть время когда мы снаряжаемся как раз это снаряжение она происходит в молитве поэтому стремитесь к тому чтобы не пренебрегать молитвой в благоприятное время и не пренебрегать когда приходит сложное время когда приходит время душевных страданий чтобы мы всегда были на боевом посту чтобы мы не становились легкой добычей лукаво и не утянул нас в болото уныния и болото депрессии или в на дорогу ропота и сомнения поэтому дорогие я вижу в этих словах призыв зла страждет ли кто из вас пусть молятся я слышу в этом призыв решение принимать каждому из нас в каждом дне поэтому пусть бог каждому поможет услышать сегодня это слово и принять правильное решение для себя с миром божьим хорошего дня аминь